Всем привет! С вами Кэти Лакс и сегодня мы оформляем личный дневник на тему день рождения. В левом нижнем углу простым карандашом я намечаю рисунок. Это будет торт. Я делаю трехъярусный торт и на торте сверху стоит котик. Добавляем котику определенную позу и колпачок на голову. Начинаю обводить рисунок линером. Снизу я решила добавить три ягодки как украшение торта. Каждый ярус торта украшаем кремом, а внутри самого коржика рисуем промазку джемом. Чтобы коржики выглядели веселее я добавляю шарики декоративного украшения. И начинаю обводить линером котика. Одна лапка у котика выглядит в виде жеста лайк, один пальчик поднят кверху. Разукрашиваем колпачок. Кстати колпачок можно украсить либо полосками, либо какими-то кружочками, как кому больше нравится. Самому котику я также добавляю полоски, но чтобы не переборщить делаю это только на лапках и хвосте. И начинаю раскрашивать, мне хочется чтобы этот рисунок был очень яркий, поэтому для котика я выбрала ярко-рыжий цвет, а торт у меня будет светлых нежных пастельных тонов. А зато небольшие вкрапления и вот эти вот бусинки я рисую яркими цветами. Чтобы рисунок казался более интересным и выглядел объемнее, добавляю тень на торт и местами на котика. Белой гелевой ручкой прорисовываю блики. Теперь переходим ко второй страничке. Я делаю украшение из странички и в то же время это такая символическая рамочка в виде линий флажков. Флажки можно делать любой формы, какая вам больше нравится. Я раскрашиваю флажки теми же цветами, какими раскрашивала и тортик, чтобы это все хорошо сочеталось друг с другом. Карандашиком намечаю рамочку в виде облачка и обвожу ее линером. Внутри облачка рамочки я пишу слово меню. Рядом с рамочкой рисуем ягодки клубнички. Изначальная задумка была, чтобы ягодки были по контуру рамочки, но я забыла их нарисовать, поэтому рисую их вот в этом месте. Голубым цветом прохожусь по внутреннему контуру рамочки. И внутри этой рамочки меню мы пишем то, что у нас будет накрыто на стол. Я очень люблю сладости и всякую вкусняшку, поэтому у меня здесь будет торт, фруктовый салат, лимонад, суши и мороженое. Слово меню мне хочется выделить поярче, поэтому я обвожу его черным маркером. Ягодки клубники разукрашиваем в соответствии с теми цветами, которые присутствуют на страничке. Кандашиком намечаю рамочку, где у нас будет вторая вывеска. И в уголочки добавляю два сердечка. Начинаю обводить эту рамочку линером. Разукрашиваем сердечки. Одно сердечко я захотела сделать ярко-розовым, а другой зеленым. Пишем заголовок гости и обводим рамочку с внутренней стороны. В этой рамочке мы записываем имена гостей. Кстати, эту рамочку можно сделать чуть большего размера, если у вас большее количество гостей. Карандашиком я наметила следующую рамочку и в уголочке у меня располагается рисунок подарка. Также обводим нашу рамочку облачко. Кстати, наверное, вы заметили, что все три рамочки у нас разных цветов. В этой рамочке мы будем писать подарки. Можно написать подарки, которые вам подарили. Или то, о чем вы мечтаете, какие подарки хотелось бы увидеть на свой день рождения. Первое, что я пишу, это кулон с камнем-талисманом. Очень необычный и интересный подарок. Второе, велосипед, как раз в тему лета. Третье, набор маркеров. Это хорошо относится к нашей теме, тех, кто любит рисовать или оформлять личный дневник. И последний подарок, это кроссовки с летподсветкой. Многие любят такие кроссовки или мечтают о них. Так как на день рождения всегда присутствует много сладостей, у нас на одной части странички оформлен тортик, а здесь я рисую кексик. Кексик рисуется очень просто, поэтому я даже не стала рисовать его карандашиком, а сразу начала рисовать линером. Рядом с кексиком рисуем разлетающиеся в разные стороны сердечки. При разукрашивании кексика используйте те же цвета, которые у нас уже имеются на страничке. Переходим на страничку с котиком, и чтобы заполнить фон, я рисую радугу. В моей радуге будет присутствовать только три полоски. Вокруг котика рисуем конфетти, серпантин, разных цветов и всякие такие веселые хлопушки. Линером намечаем серединку у серпантина, так он выглядит более интересно. И теперь маркером на свободных местах пишем разные пожелания, любви, легкости, радости, удачи, чудес. Можно написать большее количество хороших слов. И фон, избегая мест со словами и рисунками, закрашиваем черными горошками. Посмотрите, какое классное суперское оформление у нас получилось. Мне оно очень нравится.